Приветствую вас! Вероятно, ваша дочь чего-то не поняла. Это так бывает, когда ребенок просто какие-то жизненные факты воспринимает в немножечко выскоченном виде, это его пугает и не позволяет воспринимать ситуацию адекватно, не позволяет воспринимать произошедшего правильно. Вам нужно расспросить у нее по истечению какого-то времени, когда она немножечко успокоится, что ее так напугало, что случилось. То есть просто попросить ее подробно, как можно подробнее описать, что с ней происходило. Вот просто, что с ней происходило в течение, когда она приехала к вам домой. И я уверен, что процент рассказа она обязательно затронется тем, которая ей будет неприятна. И вы поймете, по ее речи, по ее поведению, по ее выражению лица, по жестикуляции, вы поймете, что что-то изменилось, что-то ей не нравится, с чего-то она боится. И вот это вам и нужно выиграть. Скорее всего, просто была какая-то неточность, было какого-то недоразумения, и ваш ребенок просто испугался чего-то для себя непонятного. Нужно выяснить, что это было, что это было непонятное, чтобы сделать понятным, чтобы ребенок свои переживания он предметил, и тогда проблем у него не будет, комплекс не разобьется, и все у вас будет хорошо. Возможно, такая ситуация, что, если я правильно вас понял, значит, у вас есть дочка, а с первого брак. Значит, вы живете с парнем уже пять лет, и дочке девять лет. Вот, может быть, парень как-то что-то хотел сделать, как-то пошутил, может быть, или как-то повел себя, ну, знаете, просто не думая ничего плохого. Но девочка испугалась, девочка была очень как-то неприятной, и она, собственно говоря, вот теперь не хочет, не хочет находиться с ним. Тут нужно расспросить его, в первую очередь, если он с вами чист, если вы ему доверяете, то я думаю, он вам расскажет. Ну, и, конечно же, ее. И вот так вот, путем расспросов, видимо, что-то напугало вашего ребенка. Потому что, оставить ситуацию так нельзя, и если вы видите, что мужчина что-то знает, я думаю, вы почувствуете это, потому что вы его хорошо, должно быть, знаете. Вы почувствуете, что мужчина что-то знает, и он вам не говорит, и тогда, если такая ситуация действительно произошла, ну, может быть, посмотреть отношения ваши с ним, потому что, если мужчина не принимает ребенка, не принимает его, то он, соответственно, не принимает вас. То есть, мужчина не может любить женщину, не любя при этом ее ребенка, и не может любить ее ребенка, не любя при этом саму женщину. Вот такая вот несложная конструкция позволит вам более правильно корректировать свое поведение. Во-моему, такая ситуация, что парню неприятно нахождение девочки с ним, и он пытается как-то ее настроить, чтобы она поменьше была с вами, потому что в этот момент, возможно, она ощущает себя как гахтневовка, неприятно ему, чувствуется стеснение и так далее. И он как-то с ней поговорил, что тут сделал, что она не хочет теперь с вами быть. Если это действительно так, то, еще раз говорю, мужчине нужно серьезно побеседовать, ему нужно все довольно доступно объяснить, что ребенок для вас скорее всего, что вы никогда не применяете ребенка на мужчину, не только на него конкретно, но вообще любого. И, возможно, постараться как-то помочь, если вы любите обоих, постараться помочь им как-то все-таки наладить свои отношения, чтобы мужчина как-то получал удовольствие от находения девочки рядом с ним, чтобы девочка тоже не боялась и находила удовольствие во время проводения с мужчиной, потому что до конца, если люди живут вместе, если мужчина любит вас, то ему придется принимать ребенка. А если ребенка не примет, значит, это, к сожалению, не ваш мужчина. Но приоритет в данном случае нужно, конечно, задавать ребенку, потому что если бы был нанесен какой-то урон по ее психике, если была какая-то травма, то, психическая травма, конечно же, то она может повлиять на дальнейшую жизнь, и это может негативно сказаться на поведение девочки вообще в дальнейшем. В том числе и на построение отношений уже ее с мужчиной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в табличку. помогу. Если вам понравился мой ответ, понравился сделать его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи!